За свой 23-летний, более чем 23-летний опыт в ритейле, у меня есть уже свое сформировавшееся видение, которым я с радостью делюсь, работаю с ритейлерами и работаю с производителями. Мы сегодня поговорим про как же оценить эту нашу значимость и эффективность в глазах наших партнеров, наших клиентов, наших ритейлеров. Давайте сначала надо уточниться, а как вы считаете, что важно для ритейлера, когда он видит ваш продукт? Первый вопрос, он себе какой задает, когда видит продукт ваш, который вы предлагаете? Давайте попробуем ответить. Будет ли товар продаваться? Продажи, доходность, валовый доход, отлично. Еще кто может что предложить? Я чувствую, нужно переходить ближе, чтобы быть ближе. Да. Я прям настойчиво рекомендую, это самое милое дело. Так, есть какой-то еще ответ? Нет, тогда я отвечаю. На сегодняшний момент в современном ритейле у каждого ритейлера есть конкуренты, как у вас. И ключевое, что их интересует, это та ценность, которую даст ваш продукт. У него уже есть ассортимент. Он когда формировал ассортимент, он его уже наполнил. Вы понимаете же, что магазины, маркетплейсы, онлайн-магазины, они не открываются без товара. То есть они не думают сначала о том, что откроем, а там потом что-то будем продавать. Они формируют свое видение по ассортименту, наполняют его, и потом мы приходим к ним с товара. С товара, с нашим товарным предложением. Первое, на что у них возникает вопрос, вот этот товар, который мне принесли, он даст мне какую-то дополнительную ценность к тому, что я сейчас имею. Даст ли, а что для ритейлера на сегодняшний момент, ну и на самом деле к этому мы шли все мои 23 года, что я работаю в ритейле. Мы раньше считали, что наши конкуренты, высокая конкуренция, это там был северо-западный регион когда-то лидером 75% долей организованной розницы. Сейчас она выше, и уже сейчас есть регионы, которые приближаются по уровню конкуренции в организованной рознице, уже скоро догонят и северо-западный регион. Каждому ритейлеру нужна дифференциация, то есть ему нужно то, ради чего придут именно к нему. Ему нужны те товары, которые дадут возможность потребителю сделать выбор именно в пользу него. Отсюда, конечно, сейчас не будем долго на этом останавливаться, вот весь вопрос категорийного менеджмента, кто-то уже слышал такие термины, как роли, цели, но сейчас поговорим сначала о дифференциации. Какая же бывает дифференциация? Чем можно отличаться от конкурентов? Ценой, эксклюзивностью, ассортимент. Все правильно, это первые два варианта дифференциации, продуктовая, то есть мы отличаться будем каким-то продуктом, которого нет у кого-то другого. Второе, мы будем, да, предположим, тот же самый продукт в каком-то его другом виде, дифференциации, но мы будем продавать его с лучшей ценой. Да, мы можем давать лучший сервис на этот продукт, да, то есть мы можем покупать, иметь какие-то специальные прилавки, сыр помимо целого куска, продавать его в нарезке. Мы можем чистить рыбу, мы можем давать, ну, как бы доставлять, хочешь забирай, хочешь привози. На сегодняшний момент возможностей в сервисе много, но понятно, что как бы это уже меньше чаще всего относится к вашему продукту, но в продукте тоже есть сервис. Например, там, когда у творога, да, у большой пачки есть возможность ее потом заклеить, да, ну, наверное, знаете, сейчас есть такие, да, уже конкуренция в сервисе по продукту, когда мы даем большую функциональность в упаковке, больше сервис, соответственно, для покупателя через товар. Имиджевая, да, когда у нас очень активная маркетинговая позиция, мы подаем много рекламы, много работаем, соответственно, и понятно, что создаем имидж, что если Новый год, то, соответственно, вот этот продукт должен быть у нас в руках на столе. Если я иду в театр или провожу какое-то время, да, мне нужна, да, красивая бутылка воды, а, наверное, с самой любой я не пойду, да, чтобы она там была. Ну, есть еще такое, как бы, то, что мы, естественно, любой потребитель, у него есть, он живет в социуме, можно говорить о какой-то дополнительной ценности в продукте, либо у ритейлера, да, мы говорим о дополнительной сервисе с ценности, которую мы даем в части работы именно с нашим персоналом, какие-то кадровые вопросы, ну, в принципе, сюда можно еще продолжать какие-нибудь там зеленые повестки и так далее. Когда мы думаем, как нам дифференцироваться, с чего нам нужно начать, вот как нам, чем нам отличаться, с чего нужно начать. Все правильно, да, рассказываю понятные вещи, это здорово. Значит, первое, начинаем с изучения конкурентов. Конкуренты есть у вас, конкуренты есть у ритейлера. Начинаем, да, соответственно, с изучения конкурентов. Дальше, следующий момент, конкуренты, конечно, хорошо, это те люди, которые уже поработали, сделали ту или иную товарную стратегию, разработали тот или иной ассортимент, но ведь конкуренты могли что-то упустить, не ответить на какие-то интересные вызовы, не дать потребителю то, что он хотел. Что надо следующее сделать? Обязательно изучить покупателя. Да, что нужно покупателю-потребителю. Инновации, да, это тренды тоже, но на самом деле инновации и тренды мы тоже смотрим либо у наших конкурентов, либо смотрим, куда, на что голосует потребитель. Поэтому мы должны, конечно, в следующий момент изучить, помимо конкурентов, наших потребителей. То есть в каком случае, какие потребности наши товары закрывают, видит ли необходимость эти потребности закрывать тот ритейлер, к которому мы пришли, и, соответственно, готовы ли мы на это ответить. Следующий вопрос, к которому мы обращаемся, кстати, инновации туда тоже подойдет. Мы смотрим лучшие практики, best practice, как любят говорить, изучаем какие-то, кто что сделал, успешный опыт. То есть это тоже на что надо посмотреть, проверить, проверить, можем ли мы это применить, потому что, наверное, мы уже точно в современном мире относимся к тем, кто никогда не говорит, мы это уже пробовали. Пробовали, что до пандемии это было одно, стали, теперь уже можно все снова попробовать. До каких-то изменений в жизни, в мире, с каким-то периодическим циклом можно это повторять. И следующий момент, когда ритейлер смотрит, соответственно, от чего дифференцироваться, ну а мы, соответственно, если будем смотреть внутри себя, ритейлер смотрит на свои уникальные ресурсы, производитель смотрит на свои уникальные ресурсы. То есть про ресурсы, я уверена, вы сегодня поговорите про ваше много. Конечно, здесь чаще всего ваши уникальные ресурсы как раз дадут вам возможность сформировать какую-нибудь самую оптимальную цену на соотношение товар-качество, но ритейлер смотрит, какие его уникальные ресурсы помогут ему дать лучшее предложение на рынке для своих потребителей. И вот через дифференциацию, только через отличие. То есть если мы все будем продавать одни и те же продукты, ну там будут действовать другие принципы. Грубо говоря, кто ближе к тому и пойдем, если все везде одинаково. Ну, благо такое невозможно. Мы знаем магазин в Москве, который представляет почти там весь ассортимент по многим категориям. Но понятно, он один. Его во всех районах, во всех домах расположить будет невозможно. Поэтому мы, конечно, понимаем, что когда мы должны, чем ограничены своим полочным пространством, ограничены своими логистическими возможностями, ограничены своими операционными возможностями, мы должны искать в наших ресурсах, чем же мы будем отличаться от наших конкурентов. Ну и, конечно, все так же просто. Через что дифференцируемся? В чем ритейлер для себя? Вот видя товар, он сразу думает, у меня какие есть пять инструментов, в чем я могу отличаться? Ассортимент, цена, структура брендов, потому что, может быть, цена сопоставима, но мы можем, например, какой-то более интересный бренд поставить, который дополнительно в своем продукте несет какую-то дополнительную ценность. Выкладки, да, то есть все время же ритейлеры также работают, исследуют, как им лучше представлять тот или иной продукт, размещать вот из таких последних споров, когда размещать снеки, сухарики, хлебцы все-таки у пива, либо все-таки снеки, сухарики, хлебцы берут дети, и поэтому надо их поставить ближе к лимонаду, возможно, будет продаваться еще лучше, потому что, ну, на самом деле это реальный, как бы, практически кейс, да, что попробовав, некоторые убеждаются, что в их формате, куда ходит мама с ребенком, а не папа забегает в тапочках за пивом, да, то они будут продаваться лучше, не у пива, потому что к пиву мама с ребенком не пойдет, да, и тоже ищут в этом. Следующий, конечно, последний уровень, это промо, да, то есть, возможно, сейчас это не будет очень интересно по цене, но если я работаю по стратегии high-low, да, когда я продаю товары в регулярной цене не по низким ценам, а по приемлемой цене для моего целевого клиента, и я могу, но я вижу предложение от производителя по промо, и смогу делать интересные промо, при том промо мы не имеем в виду только ценовые. Сейчас очень много механизмов промо, да, соответственно, которые можно предложить, но это тоже отдельная немножко тема. И что же произошло в тот период, когда мы поняли, что конкуренция требует нашего внимания к тому, к чем мы будем отличаться? Уже достаточно давно мы говорим о тех принципах, что в каждой категории разный будет набор этих инструментов по дифференциации, то есть будут категории, в которых вообще промо тебя приведет чаще всего только к проблемам, потерям, дополнительным логистическим затратам. Например, делать промо на категорию охлажденная курица, где ты максимум можешь скинуть 10-5%, но при этом, когда ты увеличивая объем в какой-то период, а мы знаем, что промо – это дополнительная нагрузка на всех, на логистику, операции и так далее, а еще не угадаешь с объемом родятся потери, то лучше, конечно, в этой категории идти в какую-нибудь регулярную стратегию либо ценовой дифференциации, либо давая различные дополнительные виды в продукции, в ассортиментной. Поэтому мы перешли к работе того, в каждой категории, что в каждой категории есть уникальные рычаги дифференциации, но каждая категория, на сегодняшний момент работая с ней, мы ориентируемся в первую очередь на то, что нужно потребителю. Я называла переход от закупки к категорийному менеджменту таким простым словом. Раньше мы продавали то, что могли купить, то есть, грубо говоря, сколько к нам в двери вошло поставщиков, принесло, покормило, цены дали, соответственно, вот все, что нам появилось, у нас все мы это продавали, что могли и что давало, ну, получше, один пришел с лучшей маржой, уже хорошо. Но маржа сейчас не единственный критерий, по которому принимается решение, потому что если это 35 товар, такой же, как он был, и даже на нем великолепный маржа, но дело в том, что те твои операционные затраты на его хранение с учетом его непостоянных покупок съедят у тебя весомую ее долю. А если еще неудобные логистические условия, то логистические затраты еще туда и добавят. И, соответственно, все закупочные решения сейчас принимаются, исходя из целей задач категории. А для того, чтобы понимать, какие, соответственно, задачи у категории, в каждой категории мы должны заниматься не продвижением конкретных товаров, а изучать спрос на эти товары в этой категории, мы должны управлять не, соответственно, продажами конкретных продуктов. Вот мы вчера обсуждали, да, когда мы обсуждаем какие-то отсутствие товара на полке. Разное очень значение отсутствия конкретного товара на полке для вас, как для производителя. Это ваш продукт, возможно, там один из трех стоящих на полке. А для ритейлера, когда категория, если она, например, ассортиментная, как кондитерка, да, то там отсутствие одного печенья и покупателя, как бы, да, он его заменит. И значение для ритейлера в данном случае вот этого отсутствия конкретной позиции снижается. Поэтому мы говорим о том, что смотрим в целом по категории и, соответственно, в рамках этого уже принимаем решение. Далее комплексный подход к клиентскому опыту, то есть понятно, что нас интересует не только, как он его купил, этот товар, то есть что по хорошей цене или там интересный товар в магазине, но и что потом будет дальше с продуктом. Поэтому ритейлеры, да, соответственно, сами какие, одни через какие-то свои взгляды на продукты, делают выводы, интересно он для потребителей или нет. Другие, соответственно, делают это через работу с фокус-группами и так далее, комфортно ли дальше работать с тем или иным товаром. Ну и вот этот вот взгляд со стороны. Конечно, как я уже сказала, что можно привлекать как внутренние ресурсы, так и использовать внешние. Поэтому ключевой момент, с чего начинаем мы, когда хотим кому-то пойти предложить товар, это мы определяем категорию, в которой товар. Я уже, наверное, лет 15 рассказываю одно и то же. Как коммерческий директор, поднимаю телефон, мне говорят, я хочу предложить вам товар. Хорошо, в какую категорию? В чипсы. Отлично. Я говорю, ну вы знаете, что чипсы категория с высокой долей сильных брендов, что, соответственно, туда как бы товар предложить очень непросто. Мне говорят, о нет, у меня яблочные чипсы. Я говорю, ну понятно, но тогда это категория не чипсы, а сухофрукты, снеки, да, можно туда отнести, да, куда-то в другую. Но снеки, они, чипсы, они внутри снеков, если там Нирсон, да, открыть. Вот, соответственно, тогда в принципе яблочные чипсы, если они не соленые, тем более сладкие, то мы, ну или просто без добавления сахара, мы их должны отнести к сухофруктам. Поэтому первое, с чего это, конечно, мы должны определить эту категорию. Следующий момент мы должны точно понимать, это часто встречаю на практике в общении с производителями. Мы должны определить, ну, в принципе, через какой канал, да, или вот даже мы обращаясь к одному и тому же ритейлеру, будь то это X5, перекресток, пятерочка, лента и так далее. В какой канал этот продукт в первую очередь, да, мы хотим предложить, чтобы он там себя проявил. На самом деле, вот это вот с нашей вчерашнего форума слайд, это прямо свежие как бы данные, которые дала компания, доставила нам компания Рамира, я регулярно сама покупаю у них аналитику, соответственно, для того, чтобы работать с ритейлерами и с поставщиками, да, то мы говорим, уже на сегодняшний момент мы даже в онлайне выделяем каналы. Уже нет единого онлайн. Есть, соответственно, маркетплейсы, есть и гроссери, есть и ком другие. Соответственно, мы уже там выделяем форматы. То есть, если раньше мы думали с вами, должны были думать в форматах гипермаркет, супермаркет, да, дискаунтер у дома, теперь, ну и как бы вся прочая розница, мы уже выделяем в онлайне разные каналы продаж. И здесь тоже важно, что для того, чтобы вы говорили на одном языке и могли доказать свою значимость вашего товара для ритейлера, у вас должны появиться эти каналы. Я прошу прощения, но я во всех постоянно встречаю, общаемся с поставщиками, с производителем по каналам. Знаете, что я слышу? Федеральная розница, локальная розница и другие. Вот, соответственно, вот в таком разрезе, пока мы думаем, как мы будем продвигать наш бренд, наш продукт, наш товар в разрезе, вот в таком, к сожалению, ну единого диалога у нас не получится, потому что даже у одного нашего, как он там залит, я говорю, а как вы определяете вот переход из своей, потом вижу, что федеральные не попадают в сети, которые, ну как сказать, крупные сети, просто они не в Москве представлены, а в других регионах. Я говорю, а как у вас переход-то происходит? А логики никакой там нет. В принципе, есть структура канала-форматов, в них надо мыслить. Следующий момент, что значит значимый? Как я уже сказала, ключевой это наш покупатель. Покупателю нужно прийти к нам за этим товаром. Чем он голосует? Количеством покупок. Поэтому, когда мы говорим о том, что переводим, ну поговорим с ритейлером, для него важно знать, да, соответственно, сколько покупок совершит с этого товара. Не только сколько вы продадите в количестве. Может быть, ваш товар покупают всегда по пять штук, да, ну, соответственно, всегда комплекс наберут. Либо у вас товар на развес, да, то есть это как бы тоже для него важно, сколько клиентов. Поэтому он, когда мыслит о том, значим ли товар для покупателя, он смотрит куда. Сколько чеков с этим товаром было пробито. И, соответственно, чем выше у вашего продукта отличие от других, то есть вы закрываете какую-то дифференциацию, чем больше вы понимаете, что вот в ваш магазин ходят мои клиенты, они купятся, каждый второй, каждый третий, каждый пятый. Если вы скажете, ну, там, два-три, ну, как бы какой-то 50-й, ясно ему это, ну, держать ради того, чтобы каждый 50-й, да, купил товар, пришедший в эту категорию. Понятно, вы сейчас подумаете, конечно, нет такого товара, который в магазине покупает каждый 50-й. Хотя, если выбрать свою целевую аудиторию, например, в магазине FMCG у тебя есть выпечка, то, например, на выпечку должна быть проникновение в чек не менее 60%. Иначе нет смысла нести эти операционные расходы и продавать этот товар. Следующее, конечно, о чем он подумает после того, как клиенты, а сколько будут зарабатывать. Да, то есть он подумает, количество продаж мы уже определили, сколько клиентов определили, но еще есть, соответственно, маржинальность. Да, маржа, доход, с которой, соответственно, будет этот продукт продаваться. Конечно, если вы на сегодняшний момент не представлены в ритейле, вы туда пришли, вы посмотрели, вы, ну, как бы, пришли понятную категорию, вы понимаете, что да, в этом ритейле есть ваши целевые покупатели, есть, которые предложите товар. Надо, соответственно, нормальный вопрос, я уверена, половина ритейлеров меня поддерживает, спросить, какая средняя маржинальность на категории? Вот если дальше он вам ответил, 25, он, конечно, преувеличит, но не сильно, потому что ему все равно надо, как бы, вдруг вы согласитесь, значит, завтра станет счастье, да, соответственно, вот у него, ну, как бы, надо говорить правду, 23, говорю вам, 25, ну, более жадное скажу 30. Хорошо, если вы понимаете, что на вашем товаре он сможет иметь маржинальность только 15, к сожалению, уходим, работаем, работать с себестоимостью, значит, мы никак, никакими жесткими и так далее не договоримся. Следующий момент, один язык, то есть, да, мы помним, маржа и наценка две разные вещи, да, я бы даже вот стала приводить такую простую табличку, что мы-то думаем в голове, когда мне говорят, да, 30 процентов наценки, ясно, 23,08 маржи, 40 процентов наценки, 28,57 маржи, все, соответственно, я, как бы, ну, самое простое это 25, это 20, да. Следующий момент, на одном языке, когда вы потом определили маржу и будете говорить бэк, когда вы скажете про бэк, 5 процентов премии на товаре с разной маржой, это разный бэк, для вас это укладывается, для всех в голове, что вы говорите 5 процентов премии, но если у вас маржа 35, это 3,09 бэка, 5 процентов премии, маржа 55, 2,69 бэка, все, соответственно, здесь тоже едино, только разбираясь в том конкретно, что это за товар, это можно понять. Таким образом, зная показатели, которые важны ритейлеру, зная цель, которого задача достигнуть, дифференциацию, можно, соответственно, определить свою значимость. То есть, если мы даем ему маржу выше среднего, мы значим, даем маржу ниже среднего, он каждый день ищет нам замену. Это его работа. Если наш товар дает маржу ниже среднего по категории, даже если он круто продается, для трафиковых категорий задача найти так, чтобы она была выше среднего. Соответственно, топ-5 сплошных ассортиментов, сплошной мониторинг конкурентов, то есть, чтобы найти, что мы лучше кого-то и сможем этому ритейлеру закрыть дифференциацию в ассортименте, нужно знать, что он продает. В материалах, которые вам будут рассылать, дальше добавила уже приложением, что это может нам дать и где это можно посмотреть. Сейчас, учитывая тайминг, не буду рассказывать, но выглядит это так. Вот здесь сразу видно, каким ритейлерам товары в каком ценовом сегменте можно предлагать. А здесь еще лучше видно. Вон, смотрите, какая дырка есть в азбуке вкуса, например, значит, там хорошие, можно по цене хорошо встать. Соответственно, мониторинг, смотрим архитектуру ассортимента и цен и делаем наше предложение. Например, рыба должна быть, она относится к основной корзине рыбной гастрономии, но чаще всего моржа ниже среднего, чем в ритейле в целом. Поэтому у категорийщика все время стоит задача в оптимизации ассортимента ввода только при согласовании выше средней маржи по категории, чем в категории. И так он будет мыслить, когда он увидит продукт, который будет ему предложен в этой категории. Да, про наши каналы, как говорится, в конце. Сначала польза, потом немного информации. У нас есть канал для производителей и поставщиков, свободное размещение коммерческих предложений и канал категорийный менеджмент, где соответственно мы общаемся по вопросам категорийного менеджмента. У меня все. Спасибо большое. Большое, Ань, но прежде чем я тебя отпущу со сцены, у нас с тобой проходил опрос касаемо товар на полку, касаемо нашего мероприятия. И соответственно есть вот просто твой взгляд как человека, который постоянно работает с инструментарием. Вот 100 человек ответило, да, и на текущий момент. Вот прокомментирую результаты. Да, я благодарю всех, кто ответил на наш опрос. На самом деле еще у нас как бы будет дополнительное обсуждение про себестоимость товара. Значит, смотрите, что я на сегодняшний момент, я очень рада, что мы на сегодняшний момент, конечно, понимаем, что не ценой ключевая задача у нас конкурировать. Мы, большинство участников опроса проголосовало, что да, на сегодняшний момент как бы, ну, у них в первую очередь поиск инструментов повышения производительности на производстве. То есть ясно, что вы в первую очередь думаете о чем? Как раз вопрос о оптимизации своих собственных затрат, тем самым вы работаете с себестоимостью. Да, здесь у нас было обозначено, что да, есть вот боли в поиске персонала. И в четвертом место заняло, как сформировать эффективную ассортиментную матрицу. Как раз про вопрос эффективности. Это вопрос, у вас тоже есть ваши категории, тоже возможность дифференцироваться. Это именно то, что вы сможете сделать для своей эффективности, потому что играть в самых конкурентных предложениях чаще всего становится невыгодным. Спасибо большое. Ну, у нас про себестоимость сегодня еще одно выступление будет. Аня, спасибо большое.